Заметки Электрика На распределителе подстанции имеются две секции напряжением 400 вольт. На каждом вводе установлен вводной автомат ВА-5341. Заметки Электрика На рассматриваемой подстанции первой категории электроснабжения имеются два независимых ввода. На каждую секцию 400 вольт. Первая секция 400 вольт, это вторая секция 400 вольт. Каждый ввод является рабочим и в нормальном состоянии находится в работе. То есть каждая секция получает питание от своего непосредственного ввода. КОЭФ-1 и КОЭФ-2. Автомат ввода номер 1 обозначается как... Схема попроще. Обозначается как КОЭФ-1. Автомат ввода 2 обозначается как КОЭФ-2. Между двумя секциями 400 вольт установлен межсекционный автомат КОЭФ-3. Вот сам автомат. Он обозначается у нас как КОЭФ-3. Вот он, между двух секций. Данный автомат межсекционный аналогично имеет номинальный ток 1000 ампер и выполнен с электромагнитным приводом. Помимо автоматов в схеме имеются вводные и секционные рубильники. Обозначаемые на схеме как КОЭФ-1, КОЭФ-2, КОЭФ-3, КОЭФ-4. Вот КОЭФ-1 это вводной рубильник, ну или разъединитель ввода номер 1, КОЭФ-2 ввода 2 и КОЭФ-3 и КОЭФ-4 это на секционном автомате. Тип разъединителя RE-19, номинальный ток у него также 1000 ампер и он необходим для вывода оборудования в ремонт и обеспечения видимого разрыва. На каждом вводе для контроля тока в цепи в каждой фазе установлены трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 1000 на 5. Здесь 3 штуки стоит и аналогично здесь на другом вводе. К этим трансформаторам тока подключены соответственно амперметры КОЭФ-1, КОЭФ-2, КОЭФ-3, то есть фаза А, В, С ввода номер 1 и КОЭФ-4, КОЭФ-5, КОЭФ-6 это фаза А, В, С ввода номер 2. Также на каждом вводе установлен вольтметровый переключатель для контроля линейных и фазных напряжений в сети. То есть вольтметр установлен с вольтметровым переключателем. На каждом вводе со стороны питающего кабеля подключены трехфазные реле контроля напряжения РНПП-311М от Новотек Электро. По схеме они обозначаются как КВ-1 и КВ-2. Так выглядит реле РНПП-311М от Новотек. Для защиты самих реле контроля напряжения установлены трехполюсные автоматы СФ-2 и СФ-3 с номинальным током 2 А. СФ-2 на вводе 1 и СФ-3 с ввода 2. Цепи управления имеют напряжение 220 В. Для цепи управления установлен двухполюсный автомат ВА-4729СФ-1 обозначается с номинальным током 6 А. Цепи управления имеют свой собственный АВР путем переключения реле К-1, который запитывает схему управления либо от фазы А ввода номер 1, либо же с фазы А ввода номер 2. То есть когда напряжение на вводе 1 пропадает, схема цепи управления запитывается от напряжения фазы А ввода номер 2. Вот такой небольшой АВР сделан на переключающем контакте реле К-1. В схеме управления установлены промежуточные реле от К-1 до К-9 модульного типа REC-77-4 от EEC. Реле соединяется с розеточными модульными разъемами RRM-77, которые установлены на стандартной DIN-рейке. На разъемах имеются зажимы переключающих контактов реле и катушки. Для включения схемы ВР используется переключатель SP-1, имеющий 4 нормально открытых контакта и 1 нормально закрытый. Об этом переключателе SP-1 я расскажу уже непосредственно при описании работы схемы ВР. Схема ВР имеет два режима. Ручной R и автоматический A. Избирание режима осуществляется с помощью переключателя SP-1. Я уже его показывал. Вот он. Вот он. В ручном режиме схема ВР не работает. Управление вводными и секционными автоматами осуществляется с помощью соответствующих кнопок управления. То есть, SP-1, SP-2 это управляет автоматом ввода 1. SP-3, SP-4 управляет вводом 2. И SP-5, SP-6 управляет межсекционным автоматом COF-3. Рассмотрим принцип управления автомата VA-5341 на примере ввода 1. Для его включения необходимо кратковременно нажать кнопку включения SB-1. То есть, вот ее контакт. Включение автомата происходит по следующей цепи. То есть, нажимаем кнопку SB-1. И вот у нас фаза идет через нормально закрытый контакт переключателя SP-1. Дальше идет через нормально открытый контакт кнопки включения SB-1. Далее, через нормально закрытый контакт K-9-1 и нормально закрытый контакт K-7-1 уходит на разъем 3 автомата. То есть, разъем 3 – это клемма автомата для его включения. Далее, фаза проходит через катушки электромагнитного привода автомата E1 и E2. Возвращается на клемму 4 и уходит на 0. То есть, автомат при этом включается. Отключение автомата происходит по цепи. Также у нас фаза приходит через нормально закрытый контакт переключателя SP-1. Далее, нормально открытый контакт кнопки отключения SB-2. И уходит на клемму 2 автомата, на разъем 2 автомата. Дальше проходит через катушки электромагнитного привода автомата E1 и E2. И выходит через разъем 4 и уходит на 0. Даже если вы будете долго удерживать кнопку включения или кнопку отключения, в любом случае, сигнал на катушке привода будет разорван внутренним блокировочным контактом SQ-2 или нормально закрытым контактом реле S7-1. Чтобы вы представляли, что находится внутри выключателя, я покажу его схемку. Вот эту верхнюю часть вы пока не смотрите. Нас интересует именно вот эта часть, то есть катушки и вот эти разъемы. Включение у нас происходит при подключении фазы на разъем А3. То есть сюда приходит фаза, проходит через катушки, через диод и ворачивается на 0. При отключении фаза подается через контакт SQ-2, то есть это внутренний контакт автомата SQ-2, то есть XA автомата. И подается повторно на эти же катушки через диод и также уходит на 0. Даже если вы будете долго удерживать кнопку отключения, то сигнал на катушке привода будет разорван вот этим контактом SQ-2. Об этом автомате я еще расскажу вам в отдельном видео. Не так давно я собирал схему управления данным автоматом через ключ управления. И расскажу вам, как он управляется и покажу в реале, как это. Автомат включился. Вот здесь единичка и указатель указывает на положение включено. Горит красная лампа. Отключаем. В схеме имеются следующие блокировки, но прежде чем рассказать о них, необходимо рассмотреть реле K7, K8 и K9. Эти реле полностью повторяют положение автомата, так как запитаны через его нормально открытый контакт черные-черные клеммы. Таким образом, если автомат включен, например, вот один, то реле K7 подтянуто. Если автомат отключен, то она отпавшая, то есть отключена. И аналогично у KF2 и у KF3. Реле K7 относится к автомату ввода номер 1, реле K8 к автомату ввода номер 2 и K9 к межсекционному автомату. Кстати, к этому же контакту, к этому же нормально открытому контакту черный-черный, помимо реле подключена лампа, сигнализирующая о положении автомата. Лампа HL3 относится к автомату ввода номер 1, HL4 к автомату ввода 2 и HL5 к межсекционному. Реле и лампа подключены параллельно друг к другу на напряжение 220 В. Так что учтите этот момент. Идем далее. Вернемся к блокировкам. Если включены оба ввода, вот KF1 и KF2 включены, то вы не сможете управлять автоматом межсекционника. Эта блокировка осуществляется с помощью нормально закрытых контактов K7-2 и K8-2, которые установлены в цепи включения межсекционного автомата. И наоборот, если, предположим, ввод номер 1 был отключен, а межсекционный автомат был включен, то вы не сможете включить ввод 1, вот цепочка ввода номер 1, пока не отключите межсекционный автомат. Это блокируется нормально закрытым контактом K9-1, установленного в цепи включения ввода номер 1. Вот эта цепочка включения. Или вот. У ввода 2 аналогично. То есть, если межсекционник включен, а ввод 2 был отключен, то вы не включите ввод 2, пока не отключите межсекционник. Блокировка осуществляется контактом K9-2, установленного также в цепи включения ввода номер 2. Вот эта цепочка. Это всё, что касается ручного управления. Теперь рассмотрим схему АВР в автоматическом режиме. В автоматическом режиме заблокировано управление автоматами с помощью кнопок управления. И управление осуществляется только автоматически. Схема АВР предусматривает включение межсекционного автомата в том случае, если на одном из вводов полностью пропало напряжение питания, изменился порядок чередования фаз, появился перекос фаз, то есть симметричность напряжения питания, нарушен полнофазный режим, то есть имеется обрыв одной из фазы, снизилось напряжение меньше уставки и повысилось напряжение выше уставки. Контроль осуществляется с помощью реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311М от Novotek Electro. Принцип работы данного реле РНПП-311М аналогичен работе реле ЕЛ-11, о котором я уже рассказывал на своем канале заметки Электрика. Поэтому сейчас на работе данного реле я останавливаться не буду, а скорее всего расскажу о нем как-нибудь в следующий раз. Вот у нас реле контрольное напряжение на первом вводе КВ-1 и вот у нас реле контрольное напряжение на втором вводе обозначаемое КВ-2. В нормальном режиме у реле РНПП-311М, то есть КВ-1 и КВ-2, на лицевой панели горят все три зеленых светодиода, а их выходной контакт 2-3, вот он по схеме 2-3, постоянно замкнут. Через этот контакт получает питание катушка реле К2 у ввода номер 1 и К4 у ввода номер 2. Таким образом, эти реле в нормальном режиме всегда включены, то есть всегда подтянуты. Предположим, что полностью исчезло напряжение на первом вводе, то есть вот первый ввод у нас полностью исчезло здесь напряжение. Естественно, что у цепи управления срабатывает АВР и цепи управления начинают питаться от ввода номер 2, так как катушка К1, питающаяся с фазы А ввода номер 1, обестачивается и с нормальным закрытым контактом создает цепочку для питания цепи управления с фазы А ввода номер 2. Вот он, 2 и троечка. Это у нас фаза. Итак, напряжение на первом вводе у нас исчезло. На лицевой панели реле РНПП загорается красный светодиод АВ отключено. Зелёные светодиоды при этом полностью гаснут. И реле РНПП разрывает свой контакт 2,3. То есть вот он разрывает свой контакт АТ2,3. А значит и катушка К2 тоже отключается, то есть обесточивается. При этом собирается цепь на отключение автомата ввода номер 1 по следующей цепи. Вот у нас фаза приходит на переключатель, который SP1, который у нас установлен в положении автоматического режима. То есть вот этот контакт у нас нормально открыт и замкнут. Дальше у нас К2 реле обесточилось, поэтому контакт К2,1 замкнутый, то есть фаза приходит через нормально открытый контакт переключателя, дальше через нормально закрытый контакт К2,1, дальше через нормально открытый контакт К4,3. и происходит отключение ввода номер 1. При отключении автомата ввода номер 1 реле К7, помните, что оно является повторителем, так как запитано с нормально открытого контакта КСА автомата, поэтому реле К7 у нас отключается, то есть обесточивается, отпадывает. Ну а далее происходит включение межсекционного выключателя по следующей цепи. Также у нас фаза приходит через переключатель СП1, вот она у нас идет, вот. Дальше через нормально закрытый контакт К2,2, через нормально закрытый контакт К9,3, через нормально закрытый контакт К7,2, вот у нас он при отключении ввода, здесь у нас он замкнулся, и уходит на разъем 3 электромагнитного привода автомата, то есть автомат при этом включается. При этом замыкается контакт черный-черный, вот этот ЧР-ЧР, реле К9 подтягивается, лампа загорается. При восстановлении питания на вводе 1, у реле КВ1 замыкается контакт 2,3, при этом катушка реле К2 получает питание и подтягивается, то есть включается. При этом на лицевой панели реле РНПП загораются все три зеленых светодиода. После этого происходит отключение межсекционного автомата, то есть также фаза у нас приходит через переключатель вот, далее, через нормальный открытый контакт К4-2, через нормальный открытый контакт К2-2 и собирается цепь, уходит фаза на разъем 2, то есть происходит отключение межсекционного автомата. После отключения автомата происходит включение автомата ввода номер 1 по следующей цепи. Также вот у нас нормальный открытый контакт переключателя, дальше нормальный открытый контакт К2-1, дальше нормальный закрытый контакт К9-1, нормально закрытый контакт К7-1 и на разъем 3 автомата, то есть автомат ввода у нас включается. Вот, так сказать, и вся автоматика. Если сказать совсем кратко, то при исчезновении напряжения на одном из водов, ну или другие критерии, которые выставлены на реле напряжения РНПП-311, отключается соответствующий автоматический выключатель ввода и включается межэкционный автоматический выключатель. При восстановлении напряжения отключается межэкционный автоматический выключатель и включается автоматический выключатель соответствующего ввода, где было отключение. Возможно, что информация представленная вот в таком виде не совсем наглядно и больше подходит для статьи нежели нежели для видео но по схемам авар мне задают очень много вопросов вот поэтому я и решил поделиться с вами этой схемой схема не совсем обычная поэтому я думаю интерес у вас вызовет по данной схеме я вел пусконаладку на одной из подстанции даже не одной она 2 но времени мне категорически не хватило чтобы снять на видео работу данной схема вы прямо при ее пробовании вот в итоге решил поделиться с вами данная схема вот в таком необычном формате так сказать если вам не вас не устраивает такой вид представления информации то я в дальнейшем не буду снимать подобные ролики хотя по схемам авар у меня очень много различной информации начиная с самых простых простеньких схемах на контакторах там реле и заканчивая схемами на контроллерах на контроллерах также как у меня имеются различные схемы авар как для низковольных подстанций так и для высоковольтных так что пишите в комментариях какой вид предоставления информации вас больше устраивает ну на этом пожалуй все если у вас также есть вопросы по данной схеме в р то спрашивайте также в комментариях если вам понравилось видео то ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был дмитрий автор сайта заметки электрика всем спасибо за внимание до новых встреч ну и наверно скором времени я вам расскажу в отдельном видео про принцип работы и настройку реле рнпп 311 м и и и и